В Москве после длительной реконструкции открылся музей «Панорама Бородинская битва». На выставке можно увидеть много интересного. Личные вещи Кутузова, оружие и обмундирование как французской, так и русской армии. Есть и современный контекст. Некоторые материалы только в электронном формате. Максим Гриценко осмотрел редкую экспозицию. Обновленные залы заполнены первыми посетителями. Музей «Панорама Бородинская битва» встречает гостей. Главный хранитель Лидия Ивченко рассказывает, художники долгое время не решались на перепланировку. А сейчас в оформленных дизайнерами залах появились десятки экспонатов, которые годами пылились в музейных фондах. Так музей выглядел 60 лет назад, когда его открывали. В юбилейные дни в Москве был открыт памятник русской славы, музей «Панорама Бородинская битва». Это уже новая экспозиция. Оружие войны 1812 года. Сабли, палаши, ружья, мушкетоны, награды офицеров русской и французской армии. Часть выкуплена с аукциона у частных иностранных коллекционеров. Это шапка-гренадирка, так называемая, Павловского гренадирского полка. Кстати сказать, она упоминается даже в поэтических строках Пушкина. Сияние шапок этих медных насквозь простреленных в бою. Вот вы видите, у нее даже полевое отверстие сохранилось. Медальон Кутузова из розового воска был подарен графом Федором Толстым в вечер перед убытием Михаила Илларионовича в войска. Граф Федор Толстой оставил для нас, кроме того, еще бесценное свидетельство того, что Кутузов был в отличном расположении духа, отправляясь к армии. И вспоминал о том, что когда он уже одевался в прихожей, прощаясь с родственниками, он рассмеялся и сказал, «Ничего на свете я бы так не хотел, как обмануть Наполеона». Подарок музею к открытию сделал частный коллекционер Сергей Подстаницкий. Для новой экспозиции он передал в дар редкую европейскую гравюру – взятие русскими войсками Реймса и табакерку XIX века с изображением Александра I, австрийского императора и прусского короля. Табакерка долго кочевала по зарубежным собраниям. Эта вещь происходит из коллекции сестры Фрины Хевельгельма III и из ее замка, который сейчас находится на территории Польши. Замок был практически полностью уничтожен во время Второй мировой войны, и все его коллекции были разворованы, исчезли, и, соответственно, вот эта вещь чудом сохранилась. Появились в музее исторические реконструкции. Форма на манекенах, ручная работа, пошита на заказ по всем правилам военных портных XIX века. Драгуны, кирасиры, гренадеры, артиллеристы французской и русской армии за одним витринным стеклом. Кстати, интересная деталь о возникновении в армии погон. В XVII веке шведские кавалеристы славились так называемым смертельным косым ударом от плеча до поясницы. В ответ других армиях придумали накладные металлические пластины. Со временем они потеряли свою актуальность, и на мудирах появились вот такие вот иппалеты, а вследствие погоны. Кираса и каска французского карбинера образца X-го года. На головном уборе литера N, принадлежность к армии Наполеона. Сабли и шпаги разных армий Европы, прусские, баварские, оружие союзников. Обновилась, конечно, и самая главная часть музея. 115-метровое панорамное полотно Рубо и предметный план перед ним кропотливо реставрировали военные художники студии Грекова. Кисти коснулись экспозиции впервые за 50 лет. Еще одна новинка. Все залы в музее теперь оборудованы информационными киосками. Компьютеры с функцией тачпад могут подробно рассказать обо всех деталях сражения, в информационной базе сведения обо всех раненых офицерах и потерях Бородинского сражения. Электронику стилизовали подзарядные ящики артиллеристов. Лафеты 1812 года. Батальные картины, посуда, часы, карикатуры за авторством Венецианова, неизвестных художников. То, что изображено на этих акварелях, сейчас бы назвали информационной войной. Французы на зимних квартирах. Гвардия Наполеона под конвоем крестьянки Василисы. Русский ратник возвращается домой. Сила русского оружия в крепком моральном духе. Смекалки, выучки. И, кажется, каждый предмет за витринным стеклом говорит о его полном превосходстве. Принять гостей здесь готовы в ближайшие дни.